54-я? 54-я? Да, 54-я. Каждую ночь и сейчас вот вы поднимаетесь они затихли нет, ну вот же сейчас они опять? нет, ну вот, когда я тебе сказал, поднимаются вы понимаете, они провоцируют на конфликт ни в коем случае мы не заходили, нет желания туда заходить, пусть они нас не трогают каждую девушка, может кресло может шкаф, но звук такой вы понимаете, как вот по кафелю возьмите, вот кресло протащите, бросают что-то ночью, он не работает она, я не знаю я понимаю ну это шум вы же понимаете, есть определенные децибелы да, есть же закон на санитарном эпидемическом здоровье шум такой, что просто 30-го сентября да, 30-го люстру сняли, потому что невозможно вы понимаете они это, они каждую ночь каждую ночь каждую ночь каждую ночь в 3 они в 3, подожди в 3 у них подъем ну они не работают, в 3 дня, не ночи понимают, а какая разница пусть горит у них что угодно и начинается бах, трах, бабах мы вызывали наряды я не знаю, раз 10 то мы кулешек решили сварить то кастрюлька упала там во сколько-то ночи то воду греют не, мы понимаем но мы понимаем я вам еще раз говорю есть определенный уровень шума да, я не могу заверить вы понимаете вот тем более есть правила нет, я слышу я понимаю вот поэтому существуют правила социального общежития понимаете и когда вам соседи когда вам соседи бросают что-то там постоянно понимаете это делается ну вот каждую буквально я не знаю ну если не минуту каждые 5 минут понимаете мы же их не то что там каждый день вы просто нас не трогайте пожалуйста относитесь ну учитывайте что под вами живут люди все все Ростислав мы услышали вашу точку зрения можете теперь услышать нашу да смотрите есть законодательство и законодательство говорит что шум нужно измерять шумомером да шумомера ни у кого ни у вас ни у нас да да секунду если они например шумят кричат музыку слушать после десяти да вы можете вызвать наряд полиции и написать по данному факту заявление да вызывали писали дальше два часа я понял смотрите касательно нам жопу голос показали мама послушай если шум происходит днем в три часа в два часа в четыре часа это мешает именно то что там на голову да ну разные какие то моменты то есть такого ну к сожалению ничем это не закреплено какими то вот я понимаю вот поэтому я совком хожу стучим в дверь если вы хотите попытаться добиться из этого что то всего можете попытаться сходить санэпидемстанцию может они как то измерят шумомером их и дадут вам какой то акт вы сами в это верите да послушайте но вы хотите какое-то решение так вот нет послушайте но есть шум ты мешаешь есть шум есть шум извините сейчас говорите правильно есть шум и что из этого вы хотите сказать нет есть шум ребята подождите ладно хорошо там тяжелый поступ тяжелый поступ секунду мы говорим три часа дня или три часа ночи 3 часа дня 3 часа дня хорошо я вам объясняю есть шум и шум правильно уж понимаете есть проступок из проступок конечно конечно шумы бывают разные вы понимаете шум бывает разная понимаю там тяжелую после все я понимаю понимаю что-то упала ребят ну когда именно методично начинается вот это вот передвигание мебели бросание вот именно вот тут методично вот понимаете вот 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 именно как хорошо если вы считаете что как вы хотите решить этот конфликт как вы считаете выглядите а у нерешаемый он нерешаем и вот я а потому что законодательство его не решает они над нами издеваются они не хотят понять нас мне ничего не остается я беру совок иду стучу им в дверь все а что мне делать а я живой человек и дальше что попросить таким образом чтобы прекратили шум до первый раз это когда все это началось это все закончилось первый раз какая драка я безоружный он на меня выскочил с двумя кухонными ножами какая драка он защищал имущество он защищал имущество вы это слышали что значит защищал имущество это это подождите а в дне секунду так не так подождите я не кричу вы понимаете что уровень защиты да и степень должна отвечать если если на то уже пошло если вы меня обвиняете там подозреваете в нападении что значит защищали на безоружного человека а я вас спрашиваю на безоружного человека с двумя кухонными ножами это так нет так нет вы же вы же предположили вы же говорите что 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 он человек защищал имущество в пьяном виде в пьяном виде с двумя кухонными ножами он напал на безоружного человека это защита имущество по вашему он домой пришел или свое имущество защищал 14 апреля он к нам домой пришел я ж не знал что он был он это он до этого ходил деньги просил занять подождите когда секунда вот вы прерывайте когда вам не выгодно когда когда он до этого ходил деньги занимать ко мне я на него выбирал с ножами или что-то я ж не знал что он ебанутый на всю голову извиняюсь за выражение я поднялся секунду подождите так я в стрессовом состоянии что вы хотите вы слышали эти звуки это каждую ночь что подожди не трогай а у кого это скажите хорошо мы вина хорошо мы виноваты у кого это скажите ну сколько ну кого не ну может не у них хорошо извините если не у вас мы виноваты а у кого скажите когда выбил окно кирпичом ночью бабки старой с внуком я в стрессовом состоянии девушка извините как это ну и что это причем а я что не человек а я что не человек при чем о себе вы сейчас стоите вы задаете мне провокационные вопросы так я в стрессовом состоянии что вы хотите так подождите издеваться над человеком довести его до такого состояния а потом SMeTrSenTorsky biggerer TISI в навыкasi странmax этого героя не доفسку так дальше что дальше что дальше что дальше что вствsigh rozmестоенец дальше что окна miner поднимается дальше что а вам вызвать школ 돼요 пурл а я вам задаю вопросы вамlingt скорую вызвать А я вам задаю вопрос, почему вы не представились, почему вы пришли. Это очередной цирк. Так, а секунду, закон о милиции. Опять. Да вы ж потом, я ж приезжаю к вам на Шевченко, вы ж потом говорите, что там мы ничего, мы ничего не делали. Вам дали десятку, освободили от армии, чтобы другие за вас погибали там. Адекватно или что? Я в армии, например, служил, и что вы хотите им сказать? Честь и почет тебе. Честь и почет, следите за разговором, вам никто не грубил. Так отчего вы надо мной издевались? А зачем вы издевались, начали снимать, не поймите что. А зачем вы снимаете, секунду, вы стоите с регистраторами или что? У нас согласно закону есть. Закон, а согласно закону вы должны подойти и представиться. Понимаешь, а если ты служил в армии, ты не давишь сейчас численным и тактическим превосходством на человека, который находится в стрессовом состоянии. Стояние, ты хочешь что-то доказать, вам вливку надо. Ростислав, решение конкретное такое. Да я скажу. Да что говорить, это очередной цирк. Нет. Приехали поиздеваться. Дай мне два слова. Вы говорите, почему он снимает. Потому что в тот раз, последний, когда мы вызывали. Коллеги ваши приехали. Один штаны снимал. Другой трясет. Собирались совокупиться здесь ваши коллеги. Приехал наш Евченко. Мы ничего не делали. А девушка там у вас в следствии сидит. А вы снимали на телефон. Я говорю, да я не ожидал. Я не ожидал. А вы своему месту говорите вообще? Что говорить? То, что вы только что сказали. Вы реально обоговорите, что это не выделали? Так вы изобретение проверки там. Я вам говорю, так оно и было. Так оно и было. Все, давайте так. Так оно и было. Решение конкретного вы не видите, правильно? Я не вижу. Все. Мы, в принципе, больше не будем. Удаляйтесь. Потому что вы считаете нас непрофессиональными. Мы вам не поможем. Я не считаю непрофессиональными. Если хотите, жаловаться всем 5-15, пожалуйста. На секунду. А чем здесь можно? Вот хорошо. Вот ладно. Мы пришли на тот призов. Нам наверх. Просто я хотел узнать решение конфликта. Решение конфликта с вашей стороны. Решение конфликта. Взаимовлажение. Орать. Кричать. Хорошо. Я в стрессовом состоянии. Это не за личной неприязнь. Это не нормально. Это не нормально. Это не нормально. Почему я должен страдать из-за того, что у вас конфликт с вашими соседями? Я вас первая жизнь. Ну вы же на службе. Ну что значит вы страдаете? Ну что значит вы страдаете? Я вас оскорбил как-то. Что значит вы страдаете? Вы сейчас используя свое служебное положение, вы просто давите на меня. Чем я вас оскорбил? То, что я разговариваю повышенным тоном. Я вам и десятый раз говорю в стрессовом состоянии. Ты оскорбил их своей национальностью. Да причем национальность. Господи. Ребята. Что мы делаем? Сколько мы заработаем? Что мы ничего не делаем? Что мы так. Так не. Так не. Мы уже не вызываем. Вы начинаете нас снимать. Это уже понимаете. Уже не очень красиво. Ребята. После того, что тут было в прошлый раз. Когда тут ваш коллега снимал штаны один и второй. Понимаете? Ну честно. Я уже не знаю, что ожидать. Парень служил в армии. Хорошо. Чис и почет. Я тоже служил в армии. Я вам не говорю, куда идти. Я тебе сказал сейчас, куда тебе идти. Я тебе что-то сказал. Я тебе что-то сказал. Вовдевку. Ну а что? Родину защищать. Это что? А что вы не защищаете? Надо будет. Пойдем. И я пойду. И я пойду. И я пойду. Не ходите и занимайтесь. Так а что ты делаешь в такие глаза страшные? Смотришь на меня. Ты стоишь в форме с автоматом. Востроя. Так прийди без формы. Не кричи. Один. Не делай страшные глаза. Зачем оно мне нужно? Так а кто кому угрожает сейчас? Не кричи. Мы же стрессов. Да я в стрессовом состоянии. Ну ты посмотри. Ну это садизм какой-то. Я не понимаю. Мы их не трогаем. Ребята взаимоуважение. 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 Можно. Можете пожить. Только не кричи. А я не кричу. Ты же мне не даешь. Вот смотрите. Хорошо. Я выключаю камеру. Вот я прожила здесь. Да вам все равно. Я понимаю что вам все равно. У вас освобождение от армии. Вам все равно. Это ненормально. Ненормально. Потому что вы видите в каком я состоянии. А вы видите в каком я состоянии. Тебя заводят. Тебя провоцируют. Я вижу что провоцируют. Поэтому я и снимаю. Вы моральные садисты.